Наши суставы – большие труженики. Они работают почти круглые сутки и совершают тысячи движений. В общем-то, неудивительно, что они подвержены воспалением и разрушением. И, кстати говоря, по статистике недугами суставов страдает около 80% жителей земного шара. И эпидемия прогрессирует. О нестерпимой боли в ближайшие полчаса меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Юлия Сакцер, врач-ремотолог, заведующая отделением дневного стационара больницы Середавина. Добрый вечер. Добрый вечер, Юлия Михайловна. Мы сегодня запланировали тему артрита, поскольку проблема эта столь широка, что касается, ну, если не каждого второго, то, наверное, каждого третьего жителя это уже точно. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 202-11-22. В студию можно позвонить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, мы с удовольствием ждем здесь ваших звонков. Итак, вот сегодня известно, ну, статистика сообщает, что сегодня известно о существовании как минимум 150 ревматологических заболеваний и редких болезней, в основе которых вот как раз-таки лежат ревматологические проблемы. Ну, я вначале сказала эпидемия, но все-таки это слишком смело или можно называть это эпидемией? Нет, все-таки, наверное, эпидемия – это такое массовое распространенное инфекционное заболевание, которое прогрессирует на каком-то определенном территориальном участке. А наши заболевания, они даже, вы знаете, не 150, а уже более 200 примерно ревматических заболеваний охватывает наша ревматологическая служба. И они все делятся на несколько подгрупп. Это заболевания опорно-двигательного аппарата и споражение внутренних органов, которые, в общем-то, приводят к инвалидизации пациентов и достаточно тяжелому течению процесса. – Знаете, мы еще с вами не начали практически разговор, но у нас есть уже звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. – Мне можно говорить? – Да, можно говорить вам. – Добрый вечер. – Добрый вечер. – Здравствуйте. – Вы знаете, я могу говорить? Я пожилой человек. Может, вам не занимать время? – Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. – Я очень давно страдаю заболеванием суставов. – Угу. – То есть опорола, там, все, естественно, возможное. – Сейчас, раньше я вложилась в четвертую больницу, там, два раза в год, и меня немножко обезлили. – Угу. – Раньше-то я стояла на очереди, передаями, заменить сустав. – Ну, то тратили в желудке, там тоже, и не оттягивали, оттягивали, ничего не получилось. – Вот. И сейчас я не… ну, пью то, что вот по старым записям, что есть, выпивка. – Как вас зовут? – Ядвига… Ядвига… – А отчество? – Степановна. – Едвига Степановна, мы поняли проблему, а в чем вопрос? – Вопрос в том, что как мне лечиться? Я не могу даже выйти на улицу, ко двору спуститься, на лавочку здесь. Понимаете, я совсем не хожу. – Скажите, пожалуйста. – Не могу ходить, не без воздуха. – Да, не без воздуха. – Я одинокий человек, вот что страшно. – А как у вас закончилась история с ортопедами, вот, по поводу эндопротезирования? Вы стояли… – Ну, как, потому что потом уже вообще сняли, отказались совсем. Ну, то есть, послали вместе. Ничего. – Ну, вам, конечно, желательно попасть на повторную консультацию, взять направление с поликлиники по месту жительства на осмотр и ревматолога, и ортопеда, потому что только при очном, так сказать, при очной встрече мы сможем какое-то принять решение и помочь вам. Вот. Вам нужно обязательно добраться до нас, до больницы, чтобы уже, как какие-то, ну, сделать выводы и помочь по состоянию. – А-а-а, если я правильно поняла, она вообще не может ходить, не выходит на улицу. – Ну, по дому-то вы передвигаетесь? – Помогает она, я заплачиваю за это. – А вы вообще выходите из дома? – Нет. – Вы не можете? – Нет, нет, нет. Если только вызываем такси, помогает у меня, у меня худомки, сяду, колька с трудом, и то какое такси попадет. – Едвига Степана, продиктуйте, пожалуйста, ваш номер телефона сейчас, чтобы вы потом не потерялись у нас никуда. – Да, мы потом обязательно с вами свяжемся. – 925-12-00. Ну, может, я старый человек уже. – Все, мы поняли. А сколько, какой возраст у вас? – Господи, вот скоро через месяц будет, у меня 82 и месяц будет. – 82 года. Все, мы поняли, хорошо, спасибо большое. – Мы обязательно свяжемся. – Да, тогда помню. – И не обсудим уже по телефону, наверное, полный деталь. – Вообще, для меня вот самое страшное в этом звонке, когда она сказала, я уже человек пожилой, может быть, мне не занимать ваше время, но это вообще чудовищно, правда, это жить. – Окей, переходим тогда дальше к нашему разговору. – Вот сейчас большинство работающих людей делится на две группы. Одни ведут сидячий образ жизни, это все время за столом, за компьютером, а другие, наоборот, связаны с поднятием тяжести и с какими-то нагрузками тяжелыми. Вот что для суставов страшнее? – Ну, наверное, две эти проблемы, они одинаковое положение занимают, потому что сидячий образ жизни, он так или иначе приводит к деформации и дегенеративным изменениям сустава. То есть человек малоподвижный образ жизни ведет, да, появляется лишний вес, вот, все это как бы несет на функцию суставов, появляется деформация суставов. Он так или иначе должен все равно, наверное, какие-то гимнастические, так сказать, перерывы делать в своем труде и больше двигаться. Что касается подъема тяжести, то здесь ведь надо правильно их поднять, то есть если, так сказать, будет нагрузка на суставы, она может привести и к вывихам, и под вывихам, и различным воспалительным заболеваниям, и травматическим тоже, травматические также могут быть изменения в суставах. То есть это, в общем-то, на одной весовой категории стоит, что сидячий образ жизни, что подъем тяжести. То есть нельзя здесь сказать, что хуже. И то, и другое состояние, в общем-то, требует, так сказать, коррекции. — Я вот сейчас посмотрела, нам продиктовала женщина, которая звонила, ведь не весь номер телефона. — Или это городской. — Городской, все хорошо, а то я уже начала переживать, что мы не сможем потом ее найти. Для тех, кто опоздал к началу эфира, сообщаю, что сегодня в нашей студии врач-ревматолог Юлия Сакцер, больница Середавина. Мы говорим про артрит и работаем в прямом эфире. Телефон для ваших вопросов 202-11-22. Доктор, правда ли, что основная масса пациентов ревматологического профиля — это пациенты с ревматологическим артритом? — К сожалению, да, правда. Ревматоидный артрит... — Ревматоидный, да, я правильно назвала. — Ревматоидный артрит — это аутоиммунное, иммуносупрессивное заболевание суставов, которое характеризуется хроническим эрозивным артритом и приводит к нарушению работы также внутренних органов. То есть с поражением внутренних органов протекает этот процесс. И, к сожалению, он приходится на трудоспособный возраст. Хотя может затрагивать и деток, как мы знаем, и пожилой возраст. Но чаще всего, конечно, это выпадает на долю трудоспособного населения средние где-то от 30 до 50 лет. — А вот считалось-то ведь наоборот, что это вот суставы изнашиваются со временем, вот только для пожилых это болезнь. — Это артроз. Артроз — это вот как раз естественный износ хрящевой ткани. А артрит — это воспалительный процесс в суставах, когда вот как раз происходит аутоиммунная перестройка, когда свои же клетки становятся чужеродными и вырабатывается активный воспалительный процесс в суставе. — Понятие аутоиммунные звучит в нашем эфире нередко. Но я совершенно точно знаю, что не все до конца понимают, что это значит. Может быть, сразу объясним. — Вот как раз это и происходит, когда на свои же антитела вырабатываются чужеродные белки, то есть свои становятся чужими. И оседая, так сказать, ну если мы говорим про ревматоидный артрит, оседая в синвяльной оболочке, они все время продуцируют воспалительный процесс. Вот. А если, так сказать, уже заболевание становится некомпенсированным, то могут присоединяться сюда уже и внутренние органы. К сожалению, это так, и мы очень часто видим, затрагиваются и почки, и легочная ткань, и сердечная мышца, и периферическая нервная система, и органы зрения. Вот. Все что угодно. — А как проявляется артрит? — Артрит проявляется в первую очередь симметричным поражением суставов. У кого-то это бывают мелкие суставы поражаются, у кого-то крупные. — То есть не одна рука заболит и сразу? — Да, как правило. Нет, конечно, бывает и одна рука, но, как правило, это симметрия. Вот. Сустав становится горячим, он отекает, воспаляется, создает дискомфорт при движении, появляются и общие какие-то симптомы недомогания, слабость, повышение температуры, ограничение подвижности и скованность в суставах. Если, как бы, скованность при артрозе, она быстро проходит, там, 10-15 минут, человек разошелся, пошел, забыл уже, да, что у него болело. А при артрите нет, то есть скованность, она более 30 минут и может продолжаться в течение всего дня. И боли, они ни с чем могут быть не связаны, то есть они не провоцируются нагрузкой. Они могут быть и в ночное время, и в ранние утренние часы. Вот это вот и отличает, как бы, артрит от артроза, так сказать, основной признак. Давайте еще звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, доктор, вот у меня наметился вновь гор. Есть какие-то упражнения или что-то, чтобы приостановить? Я знаю, что это уже деформация по звоночнику неисправима, но как-то можно замедлить, что ли, если это? Спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Ну, в любом случае, чтобы замедлить процесс, этим надо заниматься. То есть обязательно, конечно, вам надо проконсультироваться с ортопедами, в том числе, как бы, с ревматологами. Есть и лечебная физкультура, есть и лекарственная терапия, и физиотерапевтические методы воздействия. То есть терапия должна быть комплексная. Вот. Одной гимнастики, может быть, как бы, будет и мало. Вот. Ну, это нужно все-таки консультироваться, приходить к доктору и полноценно получить, так сказать, ответ на все вопросы. А причина вот этого заболевания, о котором сейчас звонили? Ну, и здесь также возникает, то есть артроз, и может развиваться и в позвоночнике. То есть дегенеративные какие-то изменения, нарушение осанки, вес, остеопороз, то есть как бы дисгормональная перестройка происходит. То есть это такое многофакторное заболевание, которое приводит к таким изменениям. Вы сказали, что возникают боли. Насколько эти боли могут быть сильными? Ну, как правило, боли, конечно, купируются у нас противовоспалительными препаратами, потому что все-таки это, так как это воспаление провоцируется в суставе, то мы, в общем-то, научились и умеем купировать препаратами, так сказать, не центрального действия, да, там, не анальгетиками, не какими-то, не наркотическими анальгетиками. Здесь боль, она и именно поддается лечению противовоспалительным препаратами. А если еще нет лечения? А если нет лечения, ну, это местные какие-то могут быть воздействия на сустав. То есть боль достаточно сильная? Сама она, конечно, не проходит. То есть в любом случае, рано или поздно, как бы, человек все равно придет за помощью к специалисту, к терапевту. Я знаю, что жаловались некоторые люди о том, что терпеть эту боль вообще практически невозможно. Она действительно может такой силы достигать? Бывает. Когда процесс охватывает не только одну какую-то зону суставов, а много суставов, и крупный сустав, и мелкий сустав, то действительно так. Вот. И эти боли бывают порой такие невыносимые, вот они приходят уже изнеможденные. То есть у них на фоне этого и повышается артериальное давление, и возникает сердцебиение, и поднимается температура тела. То есть вот это все как бы в комплексе происходит, к сожалению. Вы сказали, что основная группа пациентов этого профиля это трудоспособный возраст, да? А правда ли, что чаще всего оно выбирает женщин? Ну, можно так сказать, что женщины просто... У нас, наверное, и больше женщин, вот. К сожалению, наверное, это так, потому что женщины в своей жизни претерпевают различные гормональные изменения. Вот. Это, например, если в период беременности, да, то есть период лактации может вызывать ревматоидный артрит. Если это именно пауза, то это тоже, так сказать, несет с собой все выходящие оттуда вопросы, да, в том числе и как бы наш профиль. Это стресс, хронический стресс, это физические нагрузки, потому что нам надо везде успеть, все сделать. Вот. И женщина, ну, она, так сказать, более чувствительна к этому заболеванию. И эмоционально она как бы к нему вот, ну, не готова, так сказать, потому что мужчины, которые приходят к нам на прием, они более спокойные, более уверенные, у них как бы вот нет такой тревоги, понимаете, в глазах. Мне казалось наоборот. Женщина, она в этой ситуации нет, она более уязвима. Вот. Но на самом деле, да, женщины в три раза больше болеют, чаще болеют, чем мужчины этим заболеванием. Насколько важно обнаружить заболевание быстро? Вот. Это повлияет на... То есть насколько быстро оно развивается? Влияет. Идеально, конечно, когда пациент приходит в первые шесть недель заболевания. Тогда еще это не вот прям полноценное развитие артриты. Это какой-то один из суставов воспаляется. И иногда бывает так, что и показатели у нас все, в общем-то, там особо не изменены. И рентгенологической никакой диагностики нет, что это ремотоидная артрита. Но мы направляем уже лечение в сторону артрита. Назначаем и базисные гормональные препараты. Чем раньше будет назначено лечение, тем от этого будет, так сказать, зависеть. Быстрое получение ремиссии, эффективность. Значит, человек вернется к труду. У него не будет так быстро происходить деформация сустава. И можно будет считать, что, в общем-то, мы его, так сказать, спасем. Ну, а как тогда не просмотреть его? Ведь, наверное, он может боли есть, потом они куда-то проходят, потом утикают струб. Поначалу да. Классник думает, что он переохладился. Да. Вот, к сожалению, так и получается, что сначала боли они временно носят характер. Не всегда нужно принимать какие-то препараты. Или, например, он принял препараты на 2-3 дня, там, или на неделю, на месяц это все прошло. Ну, какие-то провоцирующие факторы возвращают его к этому заболеванию, которое уже постепенно начинает ремироваться. И они к нам уже попадают иногда с развернутой картиной болезни. Конечно, чем раньше он придет к специалисту, заподозрит, что все-таки это воспалительные боли, а они связаны как бы с механической нагрузкой, тем от этого будет лучше, так сказать, дальнейший результат и прогноз болезни. У нас есть звонок еще один. Давайте на него ответим. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мне 52 года. Я как-то вот полгода назад обратилась к врачу с проблемой, то, что у меня какая-то вот блуждающая боль в суставах. То есть вот то у меня в локтях болит, то у меня вот в ногах, в суставах болит. Сдала я анализ, как он называется, на… Ревматоидный фактор, циноктинный белок. Да, 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 вот на вот этот вот… Острофазовые белки. Сказали, что все нормально, но у меня все равно продолжаются эти боли. А вот сейчас осень, и у меня началось опять в локтях боль, в коленах боль. А по анализам все нормально. Ну, вам обязательно нужно посетить специалиста. Здесь, конечно, требуется как бы специализированная помощь, осмотр врача-ревматолога, чтобы до конца разобраться. Может быть, нужно какое-то дополнительное обследование, иммунная диагностика, рентгенологические какие-то моменты, и просто осмотр пациента. Потому что бывает так, что пациент приходит, и уже все внешне при осмотре понятно, в какую сторону… Ну, то есть вот те анализы, о которых она говорила, могут не показать, нужно дополнительно… Совершенно верно. Они могут не показать, но в любом случае нужен насмотр специалиста, чтобы посмотреть каждый сустав, посмотреть, как он двигается, более детально все расспросить, а потом уже, так сказать, принять решение дальше по обследованию. А специалисты – это врачи-ревматолога все-таки? Я думаю, что да. Да, наверное, ревматолога. Мы сейчас на минутку покинем эту студию, узнаем, что произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы не виделись, а затем продолжим разговор про артрит. В загородном парке прошел фестиваль «Здоровье». Желающие смогли посетить мобильные медицинские комплексы, послушать лекции ведущих специалистов, сделать зарядку со спортсменами, обучиться скандинавской ходьбе. Медоборудование высокого класса помогает врачам Челновершинской больницы. В этом году с помощью аппарата ультразвуковой визуализации удалось своевременно обнаружить тромбы у двух пациентов. Сосудистые операции предотвратили развитие необратимой ишемии конечностей. В Хворостянском районе заканчивается капитальный ремонт детского поликлинического отделения и обновление офиса врача общей практики. В ближайшее время около полутора тысячи жителей будут получать медицинскую помощь в наиболее комфортных и современных условиях. В Санкт-Петербурге встретились доноры костного мозга из разных регионов России и люди, которым они помогли победить тяжелую болезнь. Среди участников встречи донор из Самарской области – Алексей Гунков. В 2019 году ему представилась возможность помочь незнакомому человеку и подарить ему шанс на выздоровление. В медучреждениях Самарской области активно применяются технологии телемедицины. В этом году специалисты региона провели уже более 100 тысяч дистанционных консультаций по системе «Врач-пациент». Одна тысяча автоматизированных рабочих мест поставлены в фельдшерско-акушерских пунктах, офисах врачей общей практики и врачебных амбулаториях. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии врач-ремотолог Юлия Сакцер. Мы говорим про артрит. У нас есть еще время. Можно взять телефон, набрать номер 202-11-22 и задать свой вопрос. И желательно подготовиться, и чтобы четко и быстро задать вопрос, чтобы мы успели вам ответить, потому что времени не очень много остается. Что будет, если артрит не лечить? Конечно, это такая большая тяжелая проблема. Она кладывается на пациента, потому что в первую очередь это все приводит к вторичной деформации сустава. То есть рано или поздно это все внешне проявляется большим дискомфортом, ограничением движения. Вот как был первый звонок, что человек уже не может передвигаться. И все это подводит к таким осложнениям, что пациент попадает к ортопеду, который, в общем-то, может ему предложить только эндопротезирование сустава. Это вот, так сказать, самая быстрая проблема осложнения, так сказать, ревматоидного артрит, с которым мы встречаемся и за дня в день. Когда уже консервативные методы лечения не имеют никакого смысла и не могут помочь пациенту. Он может привести к инвалидизации? Он может привести к инвалидизации на вот этот период, пока пациент стоит в очереди, готовится к эндопротезированию. Потом после операции происходит реабилитационный период пациента. Потом после восстановления, в общем-то, в принципе, он становится снова трудоспособным и может приступать к своим обязанностям. Если возраст позволяет. Хочу сразу спросить, очень много рекламы идет препаратов. Попейте вот такой-то препарат, и у вас вырастет хрящ обратно, и все там будет хорошо. Вообще это возможно? Не всегда, конечно. И есть такие сейчас препараты, новые, более современные, так сказать, технологии. Они разработаны. Но они поднимают немножко качество жизни, уменьшают болевой синдром. Да, они питают хрящевую ткань. Но, к сожалению, чтобы вырастить новый хрящ, уже он, конечно, не вырастет. Уже родится заново. Наверное, да. Сейчас пациентка говорила о том, что все болит, анализы ничего не показывают. Диагностика артрита, она сложна? Нет. Знаете, нет. Мы вообще основываемся в первую очередь это на рентгенологическую диагностику. Для нас это вот 90% диагноза. Если еще есть грамотный рентгенолог, который помогает описать, и это заключается в постановке диагноза, мы сразу можем, так сказать, принять меры по устранению вот этой проблемы. Конечно, лабораторная диагностика. Сейчас такие прекрасные у нас как бы есть тесты. И ревматоидные факторы, и антицитрулированные белки, которые помогают нам понять агрессивность заболевания, и ультразвуковая диагностика, и МРТ-диагностика. Вот, в общем-то, проблем как бы с этим не возникает. Нам эти службы парклинические очень сильно помогают. Вы сказали, что хрящ-то все равно не вырастет, и я правильно поняла, что артрит – это навсегда? Артрит – это хроническое заболевание, к сожалению. Вылечить его нельзя. Вылечить его нельзя, но можно ввести в хорошую длительную ремиссию. Конечно, чем раньше пациент придет на прием к ревматологу, вот есть вот это вот окно терапевтическое, первые шесть недель. Шесть недель. Да, ну пусть даже месяц, два, вот еще, так сказать, добавим, да, ну, два месяца, два-три месяца. Все же зависит от самой активности болезни. Если все будет более-менее умеренно протекать, мы можем остановить болезнь. У нас бывали такие случаи, в общем-то, когда все это прекращалось, но они редкие, но есть. А так, если вовремя пациент обращается, и назначена качественная терапия, подобрана хорошая схема по лечению, то, в общем-то, успех должен быть. Давайте еще со зрителями поговорим. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Хорошие вопросы. Добрый вечер. Добрый. У меня жена болеет домом, ногами, колени башут. Ну, 9 лет назад у нее был перелом позвоночника, импрессионный, а 7 лет назад с онкологией у нее. И вот, как бы, проверят ли, и какие-то объяснения не всегда правильно или назначают. Что нам делать? Как к вам попасть? И сколько стоит ваши услуги на консультацию? Ну, мы, наверное, возьмем ваш номер телефона и обязательно с вами после эфира свяжемся, чтобы, так сказать, не занимать эфирное время. Все, я вам объясню, все расскажу, как к нам попасть. Вы с нами еще на связи? Я на связи. Давайте, диктуйте, пожалуйста, номер телефона, сразу запишем. А зовут вас? Юрий, хорошо, спасибо. Доктор обещала, что разберетесь с этим вопросом и отдельно с вами свяжется. У нас осталось 3 минутки. Я вот думаю, как нам их достойно потратить, потому что очень много, на самом деле, еще к вам вопросов. Может быть, еще раз, чтобы не пропустить, на что прям стоит обратить внимание? Ну, самое ключевое, это, что помимо болевого синдрома в каком-то суставе, пожалуйста, обратите внимание, есть ли там отек, есть ли скованность в суставе, который продолжается, еще раз говорю, более 30 минут в течение часа, может быть, в двух часов или в течение дня. Есть ли симметричная боль в суставах, есть ли небольшое повышение температуры, общей слабости. Может быть, какие-то кожные проявления заболевания встречаются. То есть и взаимосвязь обязательно с каким-то перенесенным, может быть, воспалительным процессом, каким-то ранее возникающим, там, ангины, гриппы. Очень часто мы сейчас встречаем после ковида перенесенного артрита. Очень много приходит к нам пациентов. Вот, пожалуйста, как бы приходите, мы обязательно будем смотреть и будем помогать. Насколько мне известно, специалистов вашего профиля не так много и, наверное, на нас на всех не хватит. Ну, постараемся все равно в любом случае помочь каждому, кто обращается. А есть какие-то варианты все-таки профилактики, как-то заранее предусмотреть, может быть, еще в детстве что-то предпринять, чтобы снизить риск развития этого заболевания, или оно прямо обязательно настигнет? Ну, нет, конечно. Лечебная физкультура, плавание, здоровый образ жизни, правильное стараться проводить питание, да. Ну, и вообще просто хороший настрой. И что, естественно, конечно, бывают какие-то наследственные агенты, да, в семье. Вот на это тоже надо обращать внимание. Взаимосвязь установлена, да. Да, взаимосвязь все-таки нет-нет, но мы ее как бы получаем. Вот. Ну, наверное, любить себя, побольше обращать на себя внимание и своевременно приходить за консультацией, за помощью. А есть какие-то нагрузки, которые опасные, которые мы добавляем себе сами? Ну, в частности, сейчас вот в фитнесе многие увлекаются какими-то тяжелыми. Ну, тяжелые, конечно, вот подъемы вот этих тяжестей. Я вот еще не встречала ни у кого из пациентов, кому бы вот после этого было, так сказать, хорошо. Есть ли связочные аппараты, есть ли костно-мышечная структура как бы готова выдержать эти нагрузки, есть ли они правильно подобраны, да, и делается все это с умом, то, пожалуйста. Ну, если как бы человек-новичок в этом деле и берет на себя, так сказать, большую нагрузку, то, наверное, потом они придут к нам за помощью. Вот. То здесь как бы надо быть более избирательным, бдительным и понимать. Юлия Михайловна, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Спасибо, что позвали. С нашими зрителями мы прощаемся ровно на неделю. Спасибо, что были с нами. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!